Сейчас я поговорю об очень интересном теме для тех, кто интересуется о проблеме и проломке форсунок в дизельном двигателе. Недавно я поменял одну форсунок в двигателе Mercedes CDI 260. Принцип и для других марок атомашин одно и то же. Давайте перечислим симптомы и признаки неисправности форсунки, которые важно всем знать. А потом расскажу, почему я поменял форсунку. Первый симптом. При неисправности форсунок сильно увеличивается дымность автомобиля, особенно при резком нажатии на газ. Второй признак. Заметно увеличивается уровень моторного масла, то есть как в него начинает просачиваться топливо. Третий. Появляется неравномерность холостого хода двигателя. Вибрация. Двигатель начинает работать с перебоем. Четвертый. По утрам автомобиль начинает хуже заводиться и дымит при прогреве. Пятый. Нестабильный запуск. Проблемы с запуском. Шестой. Иногда двигатель останавливается во время поездки. Седмой. Падение мощности дизельного двигателя. Восьмой признак. Повышение расхода топлива дизельного двигателя. Девятый. Из-за разницы температуры форсунки могут включить при минусовой температуре зимой и машина не заведется, а летом работать будет нормально. Вот конкретные примеры, когда форсунки работают неисправно. И я прочитал на формах. Первая история. Накрылась одна из форсунок и в обратку спросивалось давление топлива из рейки. Сначала плохо заводилась машина, а потом все хуже и наконец проблеми. После ремонта форсунки все в норме. Еще мне сказали ремонтники форсунок, что готовься к следующему. Так как форсунки на пределе ресурса. Так оно и было. Пришлось отдавать ремонт еще три. Теперь всегда с собой одна под сиденьем в запасе. Вторая история. При неисправности одной из форсунок обороты двигателя не могут превысить определенный предел. Около 2000 оборотов минут. Если из строя выходят два форсунки, двигатель немедленно останавливается и не запускается. Исходя из этого, диагностика может показать по силе того неисправность форсунки. Если два форсы будут клинить, то машинку не запустить. Пишет один из форумчанинов. Сейчас поговорим об основных причинах выхода из строя дизельных форсунок. Первое. Некачественное топливо. Второе. Выход из строя ТНВД или насоса подкачки топлива. Третий. Несвоевременная замена топливных фильтров. Четверти. Неправильная установка форсунок. Неверний момент затяжки. Переход форсунки. Пятый. Естесвени износ. Существует несколько способов устранения неполятки топливных форсунок. Первое. Очищение форсунок без снятия из двигателя. Второе. Очистка на ультразвуковом стелаже с предварительным демонтажом форсунок. Третий. Полная замена. Сейчас о том, почему я осомнился в поломке форсунки. И конкретно, какие причины можно осуществить, если форсунка не работает исправно. Первая причина у моей машины это вилла то, что двигатель на горячем поле на 90 градусов не запускался. Нужно было подождать примерно 30-60 минут, когда двигатель остынет и потом заводится нормально. Вторая причина это вилла то, что двигатель начал запускаться чуть с задержкой, даже на холодном. Приехал в мастерской. Объяснил мастеру проблему. Главное на то, что он подозревал, это форсунка и датчик регулировки давления топлива. Но не исключено, что проблема в другом. Он не попросил завести двигатель. Сразу он сказал, что двигатель работает с перебоем. И по всей вероятности, самая главная причина форсунка. Вот послушайте, как работает двигатель. А потом послушаем двигатель, когда форсунку поменяли. Чтоб диагноз был более точный, он посоветовал машину продиагностировать на компьютере. Подключили машину на компьютер. И программа показала, что критая форсунка работает очень плохо. И нужно заменить. А остальные четыре работают нормально. Главное, что нам сказали еще на диагностике, это было то, что коллекторы холодного всасывания, одной из заслонок, работают неисправно. И возможно, что поэтому турбокомпрессор не работает. Пила и такая неисправность на машине. Как только найду свободное время, я сниму видео и отдельно поговорю об проблемах коллектора и турбокомпрессора. И как вылечить эти проблемы. Ссылку оставлю в описании этого видео. И будет довольно интересная тема. На следующий день я купил другую форсунку с карантией. И когда заменили ее, двигатель начал нормально работать без перебоя. Вот послушайте разницу. И в следующий день я купил другую форсунку. КОНЕЦ. 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 форсунки двигателя начал работать без перебоя, но поломка в машине все равно осталась и не заводилась на горячем. Сегодня я купил новый тачик регулировки давления топлива и как только поменяю, потестирую как будет работать машина и об этом сразу сделаю видео отчет, сообщу об итоге. Тема будет именно о том, почему дизельный двигатель не заводится на горячем и ссылку оставлю в описании этого видео. Так что удачи всем и следите за нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok